Чем тяжелее упражнение, тем выше его отдача. Это общеизвестно. Тем не менее, тяжесть упражнения не следует понимать буквально. Вы можете сделать движение труднее, сбросив рабочий вес. В культуризме отказные сеты делают до полного мышечного отказа. Это означает, что у мышцы больше нет сил на новое повторение. Крайняя степень мышечной усталости становится тем аварийным сигналом, который вынуждает наш организм секретировать анаболические гормоны. Они-то и сделают наши мышцы сильнее. Спортивная наука доказала, чем глубже и масштабнее отказ, тем больше последующий рост мускулатуры. Запомните это. Правда, следует заметить, что злоупотреблять отказом нельзя. Применять отказную технику можно только в последнем сете упражнений, иначе изнурительный тренинг обернется перетренированностью. Любой повтор, который вы делаете после отказа, тем более ценен. Даже с небольшим весом. Поскольку вы уже заступили за границу своих физических ресурсов, такой повтор становится автоматически еще более тяжелым, чем последний отказной повтор прямого сета. Поэтому подобные экстремальные повторы и растят массу. Культуризм изобрел немало уникальных тренировочных приемов, способных на невозможные. Вы будете делать новые повторы уже после того, как мышца до дна исчерпала свои силовые ресурсы. Следовательно, вы будете расти. И одним из таких технических приемов являются дропсеты. Ключ к гигантским мышечным объемам – это огромный объем тренинга. Короче, за занятия вам нужно сделать как можно больше повторов. Однако, есть и другое условие. Ваш рабочий вес должен быть критическим. Ну а с таким весом много повторений никак не осилить. Преодолеть это противоречие вам и помогут дропсеты. После того, как вы дойдете в сете до отказа, сбросьте вес на 20-30%. И добейте еще один сет. И опять до полного отказа. В итоге, суммарный объем тренировочной нагрузки только в одном упражнении возрастет на 16-25 лишних повторов. Причем в каждом дополнительном дропсете рабочий вес остается критическим. Как показали научные исследования, прием дает ощутимую прибавку массы только в том случае, если в каждом из дропсетов вы соблюдаете классическое число повторений. А это 12-15 на пампинг, 5-6 повторов на сила, и 15-20 на растяжение и восстановление. Сейчас на ваших экранах мы предлагаем вашему вниманию комплекс на дельтовидные мышцы, потому что люди очень часто задают вопросы, как расширить плечи, ну, из дропсетов. Итак, упражнения, сеты, повторения, отдых. Записывайте, пробуйте, и у вас все получится. Выполните дропсет в последнем сете упражнения. Еще раз говорю, не забывайте об этом. Успеха!